Друзья мои, всех приветствую в этом ролике, который будет емким, не длинным, ну, все как вы любите. И, конечно же, понятным, расскажу вам о новшестве, которое позволяет управлять квадроциклами и снегоходами, как на бездорожье, так и на торгах общего пользования, не имея удостоверения тракториста-машиниста, а имея самые обычные права, категории А или категории Б. Но, друзья мои, есть нюансы. Начинаем. Ранее, ну, практически до начала 2024 года, для того, чтобы управлять квадроциклами и снегоходами, а эти транспортные средства относятся к категории А1. Но есть нюанс. А1 римская, А1 арабская – это легкие мотоциклы. Так вот, нужно было отучиться в гостехнадзоре и получить удостоверение тракториста-машиниста, что ваш покорный слуга несколько лет назад успешно сделал. И что самое главное, как только мы поставили на учет квадроцикл, и я сдал на права, нас ни разу не остановили. Хотя мы пользовались дорогами общего пользования. Контроль как рукой сняло. Итак, друзья мои, что изменилось, что теперь можно, что теперь нельзя. 25 декабря 2023 года выходят поправки к федеральному закону 196. О чем они? Нас интересует статья 26. Условия получения права на управление транспортными средствами. Итак, пункт 2.2. Право на управление транспортными средствами следующих категорий и подкатегорий предоставляется, далее, очень важно, без прохождения соответствующего профессионального обучения. Итак, подкатегория А1 выдается при наличии права на управление транспортными средствами категории А. Подкатегория Б1 при наличии права на управление транспортными средствами категории Б. Подкатегория Б1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа при наличии права на управление транспортными средствами категории А. Как известно, друзья мои, категория А это мотоциклы, А1 это легкие мотоциклы, Б легковые автомобили, Б1 трициклы и квадрициклы. В законе, в его поправках ничего не сказано о категории А1 римская. Где же квадроциклы и где же снегоходы? В связи с этим, господа Александр Шумской, испробок нет, и Ярослав Нилов, это депутат Госдумы, отправляют в МВД специальный запрос с целью получения разъяснений. И вот, что отвечает МВД. Зачитываем дословно разъяснение на запрос. Итак, друзья мои, водитель с правами категории Б имеет право на управление квадро и квадрициклами, а также снегоходами, без всяких на то условий. Водителям мотоциклов, имеющим категорию А, допускалось управление всеми возможными транспортными средствами, будь то снегоход или квадроцикл. Шикардос, друзья мои, согласитесь. Движемся далее. С 10 июня 2024 года всем, у кого есть категория Б, при получении новых прав или замене старых прав, автоматически открывают категорию Б1, без ограничения по типу посадки. О каких ограничениях вообще речь? Друзья мои, переверните свои обычные водительские права и посмотрите в графу номер 12. Ранее, ну, как правило, там ставили ограничения в виде английских букв АС. Это ограничения на управление тракторной техникой. Теперь таких ограничений не ставят. Ну, если, не дай бог, вам поставят, то вы можете спокойно предъявить претензии и сделать так, чтобы графа 12 была пустой. Важный нюанс, друзья мои, если вы пока не готовы менять свои права, и у вас есть категория Б, С, Д, но нет категории Б1, вы можете управлять квадроциклами и снегоходами, но потребуется договор аренды или проката и прохождение вводного инструктажа по управлению такой техникой. Если у вас есть права категории А, никаких ограничений нет. Как подтверждение моих слов, 9 января 2024 года управление Гостехнадзора Пермского края выпускает специальное разъяснение, публикуя его на своем сайте, кто может управлять квадроциклами и снегоходами. И вот, что там написано. Итак, друзья мои, с 25 декабря 2023 года снегоходами и квадроциклами могут управлять следующие категории водителей. Первое. С удостоверением тракториста-машиниста категории А1 Римская. Второе. С водительским удостоверением категории А или подкатегории Б1, если в 12 графе Оных нет никаких ограничений. Третье. С водительским удостоверением категории Б, С и Д при управлении снегоходами и квадроциклами на основании договора аренды, ну или проката, или иного возмездного договора, предусматривающих временную его передачу, а также прохождение инструктажа по управлению и безопасной эксплуатации. Резюмируем. Для того, чтобы управлять квадроциклом и снегоходом, достаточно прав категории А. Если категория А пока не открыта и вы не готовы учиться на мотик, то достаточно подкатегории Б1, без ограничений в главе номер 12 на обороте ваших прав. Если там есть ограничения или подкатегория Б1 не открыта, достаточно просто обновить права. Что для этого нужно сделать? Первое. Зайти на госуслуги и указать причину замены прав. Ну, обветшалости, в принципе, будет достаточно. Далее оплатить госпошлину, пройти специальную медицинскую комиссию. Здесь есть нюансы, сейчас я о них кратенько расскажу. Ну и посетить МФЦ, получить права. А почему я сказал о неких нюансах при получении медсправки на квадроцикл и снегоход? Дело в том, друзья мои, что водить их не одно и то же, что управлять автомобилями, трициклами и квадрициклами. Дело в мотоциклетной посадке и мотоциклетном руле. Поэтому есть дополнительные медицинские ограничения. Такие как... Острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 на худшем глазу. Слепота одного глаза при остроте зрения ниже 0,8. Стойкая дисплопия вследствие косоглазия любой идеологии. Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформации кисти или стопы, которые значительно ухудшают движение этой кисти или стопы. Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах. Отсутствие двух фаланг большого пальца на руке. Отсутствие или неподвижность двух и более пальцев на правой руке. Или полного приведения хотя бы одного пальца. Укорочение нижней конечности более чем на 6 сантиметров Со всеми ограничениями вы можете познакомиться в описании к этому материалу И последнее, друзья мои, многие спрашивают А зачем государство сделало такой шаг? Зачем позволило гражданам с обычными правами водить квадроциклы и снегоходы? Чем не устраивали удостоверения трактористов-машинистов? Друзья мои, я думаю, здесь вопрос открытости и своеобразной меркантильности Граждане теперь подумают, ага, с обычными правами можно водить квадроцикл А почему бы мне не поставить его на учет и не пользоваться обычными хорошими дорогами? С электрички кого-то встретить, съездить на рыбалку, в магазин, на охоту и так далее Соответственно, вы идете в гостехнадзор, ставите транспортное средство на учет Тут же платите налог Потом еще годовой налог Вот посмотрите, сколько за свой квадроцикл плачу я Думаю, что это шаг к своеобразной легализации отрасли К большей открытости граждан, имеющих подобную технику А что по этому поводу думаете вы? Комментируйте, может быть, заметили какие-то неточности Или наоборот, у вас есть какие-то дополнения Буду очень рад почитать это, подискутировать с вами Спасибо за внимание, будьте здоровы, пока! Один трос порвали Остался еще один Ну, я надеюсь, что ребенок как-то, может быть, снизит Очаг напряженности Только будь осторожен, да Правее! О! Отлично! Молодец! Горжусь тобой, дорогой мой! Да, что-то прям развезло дорогу Горжусь! 對吧 Игр 이